Добрый день, дорогие друзья! Приветствую вас в городе Крохте-Анапа на Пионерском проспекте 257 Г. Сегодня у нас на обзоре будет гостевой дом Бухара. Мы с вами находимся на первой береговой линии. Вот уже отсюда видим дюны и пляж, на которых вы будете отдыхать и наслаждаться морем. А сейчас давайте я вас познакомлю с этим отелем, который вы можете уже сегодня приехать по довольно-таки выгодным ценам. И здесь все включено. Заходим в сам отель, посмотрим, как здесь все выглядит. У нас здесь территория огороженная. Здесь, ребят, мусорка и зона для курения. С правой стороны находится бассейн. Бассейн с подревом здесь плескаются, купаются и наслаждаются, а также с вами играются. Далее есть еще зонки, на которых вы можете отдыхать. И также зонтики, под которыми вы прячетесь от палящего знойного солнца. Хотя на юг многие приезжают сюда именно для этого. Есть вот такие зоны для чила, покататься на таких от души только будет красиво. Далее у нас есть такие вот качели для детей и столы. Если вдруг вы захотите вечером посидеть на улице или выйти со столовой поесть тоже на улице. Давайте теперь пройдем вовнутрь. Здравствуйте. Мы команда аниматоров Бухары. У нас проходят анимации с 10 до 9 вечера. Как детские, так и взрослые. На данный момент у нас проходят мероприятия в бассейне. С детьми мы в основном играем в настольные игры, викторины. Вечером у нас проходят дискотеки. Все очень весело, все очень круто. Приезжайте к нам, будем рады вас видеть. Так как бассейн находится рядом с обходом, прям повеселились, покупались и в даче пошли уже на отдых. Перед входом бассейна, спориласкивайте ноги от песочка и заходим. Здесь с левой стороны у нас находится рецепшн. Также здесь расположено расписание анимации на весь день от девочек. Это рецепшн. Здесь работает кондиционер. Есть место, где можно посидеть и отдохнуть. Здравствуйте. Добрый день. Мы рады вас приветствовать в отеле Бухара. Приезжайте к нам. На первом этаже имеется детская игровая. Здесь проводятся мероприятия с аниматором. Также с детьми занимаются. Рисуют, лепят и другие мероприятия. Сейчас происходит активность на бассейне. Также можете сюда прийти и поиграть с игрушками на мягком покрытии с более маленькими детьми. В помещении в этом есть кондиционер. Тут будет хорошо и комфортно. На первом этаже есть место для приема пищи столовая, в которой вы будете есть. С правой стороны здесь есть перекос, на который можете прийти, сделать себе чай, кофе. Чай здесь в ассортименте есть. Также есть молоко и всякие закусочки сладкие. Также есть мангальная зона, вытяжка прекрасная. То есть вы можете сюда прийти и сами себе приготовить шашлык. Собственной парковки у отеля нет. Здесь вот, допустим, через дорогу есть парковка. Есть в сторону пляжа по той стороне отеля. Стоимость от 500 рублей за машину. Первый этаж, номер сел, стандарт. Рассчитан на 4-х человек. Здесь в этом номере нет балкона. На первом этаже они все без балконов. Номер такой большой, просторный. Здесь есть две односпальные кровати, прикроватные тумбочки, сплит-система. Напротив есть раскладывающийся диван, есть столешница с холодильником внутри. Сверху на столешнице чайник и чайные принадлежности. Есть также телевизор и стул. Перед входом у нас есть место для хранения. Стул с правой стороны можно повесить ваши вещи и обувниться с зеркалом. Сам номер довольно-таки просторный, места много. Смотрим санузел. С левой стороны раковина, зеркало, полотенцесушитель, унитаз и ванная. Также имеется фен и мыльные принадлежности. Стоимость номера сегодня 11 885 рублей. Это в пик сезона с питанием. Первый этаж, номер 3. Это трехместный стандартный номер. С правой стороны место для верхней одежды с зеркалом и обувницей. Далее идет место для хранения. Наполнение шкафа выглядит вот так, до подеяла и плечики. Далее проходим в номер. Здесь двухспальная кровать с головьем, односпальная, две бра. Есть два стула, прикроватная тумбочка, телевизор, холодильник, стол, чайник и стаканы. Сверху висит сплит-система. Также в номере есть свой собственный санузел. Здесь у нас раковина, зеркало, фен, мыльные принадлежности, полотенцесушитель, унитаз и душевая зона. Стоимость проживания в этом номере 9500. На сегодня на трех человек с питанием. Вот так вот выглядят коридоры и перемещение по этажам происходит по вот такой вот лестнице. Она довольно-таки удобная. Есть антискользящие уголки. То есть светло, хорошо и красиво. Со второго этажа начинаются номера с балкона. Смотрим двухместный номер комфорт уже именно с ним. С левой стороны у нас место для верхней одежды. Зеркало, обувница. Далее идет место для хранения. Наполнение шкафа, плечики, доп, одеяло. Далее у нас тумбочка. Две кровати. Довольно-таки широкие. Набор полотенец, подушки. Дальше стол, стул, холодильник внутри стола. Чашки, чайник, телевизор, сплит-система. И выход на балкон. На балконе есть веревочки. Установлен стул. Можно здесь провести время, подышать воздухом. Вид на соседнюю гостиницу. Также есть свой собственный санузел. Унитаз, раковина, фен, зеркало, полотенцесушитель и душевая зона. На первом этаже есть точно такой же номер, без балкона. Стоимость там будет 8000. Проживание на двоих. Если вы будете здесь с балконом, 8500. Такая небольшая разница. Это все с питанием, со всеми плюшками этого отеля. Можно в отеле отдыхать с небольшими животными. Уточняйте, это все при фронировании. Третий этаж, номер 26. Это трехместный комфорт. Смотрим. При входе место, куда повесить верхнюю одежду и зеркало. Проходим в номер. Здесь односпальная кровать. Две рядом стоящие односпальные кровати. Есть стол, два стула, прикроватная тумбочка, сплит-система с картиной, телевизор, чайник, три стакана и шкаф. Наполнение шкафа, плечики и до подеяла. Смотрим панораму на весь номер. И выходим на балкон. Балкон здесь большой. Есть два стула и стол. Такой вот вид. Также в номере есть свой санузел. Здесь раковины, зеркало, мыльные принадлежности, фен, унитаз и ванная. Стоимость проживания в трехместном комфорте 10 тысяч рублей на сегодня. На втором этаже смотрим номер 37. Это номер с размещением до шести человек. Двухкомнатный. Считается как люкс. С левой стороны при входе есть место, куда повесить вашу верхнюю одежду. Зеркало, обувница. Далее идет шкаф. Наполнение шкафа, плечики, доп. одеяла. По прямой в номер у нас две кровати. Есть прикроватные тумбочки, изголовье. Также имеется сплит-система. Отсюда выход на балкон и напротив висит телевизор. И также вход в следующую изолированную комнату. Здесь у нас двухспальная кровать, прикроватная тумбочка, торшер, сплит-система, телевизор. С правой стороны есть будуарный столик. На нем стоит чайник, два стакана. Внутри находится холодильник. Справа от стола шкаф. Наполнение шкафа, плечики, доп. одеяла, подушки. С правой стороны раскладывающийся диван. Освещение в этот номер идет оттуда сверху окошко. Выходим на балкон. Здесь у нас стол, четыре стула. Это такая большая собственная терраса. И сушилка на ней под навесом. Стоимость отдыха в этом номере от 14 тысяч рублей. Смотрим шведскую линию Бухары. Суп-рассольник, суп-лапша на первой. Есть хлебушек. Далее у нас идет макароны с сыром. Поджарка свинины, греча, котлеты из индейки. Мясной салат с омлетом, овощная нарезка. Также есть квашеная капуста с брусникой. И несвижский салат. Такое название интересное. Соусы, зелень, фрукты. Ну и остались сладости с перекусов. Дальше есть каркаде, компот, чай, кофе. Можете также сделать. Ну и вместо того, чтобы покушать много, также можно выйти на улицу, как я вам говорил ранее. Вот так выглядит набор моих блюд. Рассольничек будем сегодня. Все салаты взял. Ну и мясное блюдо. Надо все-таки следить за фигурой своей. И люди уже пошли потихонечку набирают еду. Рассаживаются по местам, чтобы принимать эту пищу. Мы пожелаем всем приятного аппетита. Давайте регустировать рассольничка. Рассольничка. Как давно тебя не ел супчик-то рассольничек. Очень вкусно. Сыпно. Ребята, я вас еще рассольником. Это было просто сверхвкусно. Я удивлен. Я обычно супы не особо делаю. Но здесь зашел прям от душа. Месвийский салат. Как селедочка под шубой, селедочка наедет, ребятки. Вкусно. Вот этот салат свеченой с омлетом. Такой вообще впервые пробован. Начинаю очень вкусно. Сам салат такой подносичный. Надо будет попробовать. Слушайте, меня сегодня тут прям решили удивить. Такие блюда, которых я никогда нигде не видел. Ну и последнее у нас капуста с брусникой. Соленье я люблю. Я даже овощи не стал брать пробовать, потому что это уже все наши еды местные классные, ароматские какие-то там возраздачи. Пробуем мясную поджаркую свинину с горячей. Она показывает, как хорошо протушили. Смотрите, как мясо бац. Я порой не понимаю, когда приходишь, берешь, а у тебя мясо хрен укусишь. То есть не жирь вам, трудно было чуть подольше протушить, чтобы оно получилось вот такое нежное и классное. Котлеты из индейки. Вот это просто вау вкус. Очень вкусная котлета. Тут стоит большой промышленной кондиционер. В принципе комфортная температура. Не жарко, хорошо. Говорят, что Юра, ты его пробуй, что он тебе теперь все нравится, все вкусно. По-честному, нигде не пробовал. Я еще не думал еще в этом столе, чтобы мне вообще что-то не понравилось. Все вкусно, действительно классно готовят. А здесь выбор. Не скажешь, что ты прям супер богат. Ты пришел, хочешь мясо, мясо есть. Хочешь курицу, индейка. Сегодня во всем котлетами. Выбор супов есть. Салатов прям восхищение вызывает. Ух ты, есть овощи есть, зелень есть. Что вам еще надо, ребят, на отдыхе? Вкусно, классно. Девочки молодцы. И посмотрите, все сидят, уже едят. И раздача пустая, там никого нет. Ну, я только встал, сразу девочка пошла набирать посуду, освобождать стол для следующих гостей. В принципе, так-то места тут достаточно. Вот вам, пожалуйста, свободный стол. По системе все включено. Время перекусов, завтрак, обед, ужин. Вам предоставляется пиво и вино. Белое сухое и красное полусладкое. Также можно посмотреть раздачу. Я поел, прошу полчаса. Очередь здесь никакой не стоит. Все в достатке, всего много. Наливай, пей, ешь и дарится сколько хочешь. Давайте еще какую-нибудь фруктинку. Я очень люблю сливы. Пойдем-ка. Вот когда надо снимать бассейн. Никого, все на обеде, ребята, убежали. Хотя нет, уже есть те, кто загорают после купания в бассейне на шезлонках. Пляжа своего нету, ребят. Но на пляже здесь 5 минут хода. Давайте пройдемся вместе с вами. По инфраструктуре. Детские аттракционы напротив отеля. Здесь все, что только можно, нужно вам продается и не нужно. Здесь есть кафе, столовая, развлечения разнообразные. Парковки, как я говорил. Магазин. То есть справа тут сразу фрукты, овощи реализуют. Вы можете увидеть, что абсолютно все здесь есть. Вот хоть иди и проход снимай. Полностью все показывает. Как оно выглядит, чем вы можете пользоваться. Потому что будет интересно. Я уверен, на самом деле, если честно. Ну и море мы видим, в принципе, пляж. Отсюда перешли через Дюну и уже там. Конечно, можно было и все торговые точки с питанием показать. Ведь их очень много. Выпечка, столовых целая куча. Между собой они все конкурируют. С каждого отеля пытаются доп. заработок себе устроить. Поэтому разнообразие кухни вам точно здесь будет грозить в полной мере. Если вдруг вы что-то еще сможете съесть. Я вроде бы, знаете, чуть-чуть всего попробовал. Первое, второе, третье. Салатик. И что-то я прям переел. Еле иду. Пиво вот по 70 можно. Кто-то у вас пиво бесплатно. Вот что показывать? Не знаю. Гриль, бар. Я в восторге. Я давно в этом месте не был. Вот вам еще одна автостояночка. Здесь и рядышком. С той стороны здесь это есть. То есть выбирайте, куда парковаться уже сами. Еще одна с правой стороны автостоянка. Пиццерия. Вкусный шашлык Лошота. Друзья, выбор. Все по 40 рублей. Здесь еще один столовый. Слева. Справа розовый всякий. Из холодильника вещи. Тут мороженое, коктейли. Здесь барная территория. Много чего изменилось. Раньше, помню, тут был только детский санаторий. Северное сияние. А тут теперь город-сад. Вот, собственно, уже и дорожка на пляж. Напитки. Столовая. Альфа. Посмотрите даже по таймингу, сколько мощь ты. Потому что я сниму практически все. Здесь нарушение всех норм. Отгороженные разочищены дюны с левой стороны. Ну и тут у нас выпечка. И, собственно, еще разные пляжные принадлежности. Уже прям на дюны из альфы лезут. Альфа тоже. Видите, у нас в дюны пролезается. Круто. Дюны не видели. Те, кто участки здесь пилили. Эти бетон заливали. Первой санитарной зоне. Но у нас, к сожалению, этого не видят наши власти. Здесь защотое покрытие, которое нас уже ведет в пляж. То есть по песку вам тоже весть не придется. Очень рад, что перестали срывать до конца этот бугор. Да вот деревья здесь остались. Дюны у нас супер в этом месте. Они очень высокие. По ним погулять тоже вам, я уверен, понравится. Особенно вечером смотреть с них закат. Это своего рода фантастика. Ну и вот оно. Здравствуй, морешко. Красивое и привлекательное. Что может быть лучше? Красота, друзья? Идешь и наслаждаешься. Только по-другому не сказать. Какая вокруг нас идиллия и привлекательность нашего Черноморского побережья. Вот это да. Здесь на пляже сразу же есть санузел. О чем туалет? 50 рублей. Стоимость туалета, конечно, поражает. В этом году с левой стороны бар. Есть переодевалка. С правой стороны у нас не достроили что-то. Есть подзонтиками шезлонги. Сразу под вас стоят. Ну и здесь можно снимать теневые навесы с шезлонгами. Прослись на услуги. Прокат лежаков 500 рублей на весь день. Абонемент прокат лежаков 400 на 400 рублей весь день. Прокат зонтов 1300 рублей весь день. Это сразу же двумя лежаками. Абонемент на прокат зонтов 3000 рублей на весь день. Людей на пляжной территории не так уж и много. То есть мест, где отдыхать вам будет предостаточно. Прокат катамара у нас здесь стоит полторы часа 800 на полчаса. Если вдруг хотите покататься, ну давайте замерим температуру водички. Людей прям крайне мало. Я, честно, ожидал гораздо больше. Может быть, потому что как раз таки обед во всех онклюзивах. 32 градуса температура воздуха. Наконец-то спала жара. Сейчас мы узнаем температуру водички. Водорожник чуть-чуть в море присутствует. Подходим от края. И там будет вообще кристально чисто и прекрасно. Сейчас у нас пошла небольшая волна. Я думаю, что все повыплевывает на берега. Вот, собственно, я отошел от берега. И посмотрите, какая здесь кристальная просто водичка. Фантастика манящая и животворящая. Хочется прям наслаждаться в полной мере и купаться. Надо ехать монтировать видео. Сейчас вода уже замеряется температуром. Море где-то выше 27, я думаю. Вот это огонь. Слушайте, посмотрим даже подождем, упадет температура или нет. Вот это рекорд в этом году. Вот, чуть-чуть упало, слава богу. А то я уже испугался, думал, ну как так-то? Откуда такие температуры могут вообще браться? Смотрим внимательно. Ну все, больше не падает. Рекорд. Температура водички опять 29,9. То есть очень теплая, очень классная, прекрасная. Ты когда смотришь на такое море, думаешь, вау. Как такое вообще возможно в этом мире, что температура воды прогрелась настолько сильно? Хочется, конечно, верить, что это не так. Но по факту вы уже сами все видите, ребята. Такое море радует всегда. И это классно. Дай бог, чтобы все... 30. Да ну нафиг. 30,1. Это уже прям совсем кипяток. Жесть, просто жесть. Приходит, походу, на эти такие теплые пузыри и становится море кайфово. Ну и смотрите, как оно здесь все по кругу выглядит. Кайфово. Пляж манящий. К себе в гости приглашающий. В общем, купайтесь, наслаждайтесь, приезжайте. Итак, все. Вы все видите об отеле напрямую. Мы вас очень ждем. Будем рады видеть в отдыхе в этом 2024 году. Пишите, что еще снять, показать. Завтра еще один отель. Я думаю, сходим, посмотрим. Кушать хочется. А то я ем только, когда вы на видео видите. Так, ну и по традиции вам море, как всегда. Используйтесь. Используйтесь. Продолжение следует... Продолжение следует...